Виктор Данилович Михайлов Профессор кафедры философии Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Амосова Член-корреспондент Сибирской Академии Наук Академик Академии Духовности Республики Участник разработки Конституции Республики Саха-Якутия Президент Общественной Академии «Шаг в будущее» Один из лучших лекторов и пропагандистов философских знаний Автор более 70 опубликованных научных работ, учебных пособий Область научных интересов Социальная философия, философия согласия, гражданское согласие История, философия и методология науки Заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Доктор философских наук Здравствуйте! Сегодня перед вами хочу представить тему 20-й век Основные результаты АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы знаете, мы находимся в новом здании В новом музее Принципиально новом Вы знаете краеведческий музей Который на улице Ленина В начале Вы, наверное, несколько раз посещали Но этот музей абсолютно отличается И называется мультимедийной И уже наверняка вы посмотрели экспозиции Перед тем, как вот сесть на лекцию И особенно экспозицию, посвященную 20-му веку Там разные события, разные люди Разные оценки Разные какие-то картинки Фрагменты И необходимо сегодня охватить 20-й век Единым взором Для того, чтобы сформировать для себя Солостный образ этого века Мы живем в 21-м веке Уже достаточно времени для того, чтобы осмыслить Что из себя представляет 20-й век И каковы основные итоги И как дальше будут разворачиваться события Ведь Василий Осипович Куличевский Великий русский историк говорил Мы прошлое изучаем для того, чтобы понять настоящее И прогнозировать будущее История нам нужна для того, чтобы мы поняли Куда и в каком направлении нам двигаться Все это, конечно, представляет собой предмет философии истории Это философские размышления над историей Над событиями Над великими личностями Над их делами И для того, чтобы сформировать этот образ Для этого вспомним, что есть история Термин история, как вы наверняка знаете Имеет три значения Первое Историей называют временную последовательность событий Второе Историей называют науку, которая изучает закономерности Этой последовательности И третье Историей называют объективацию жизни людей во времени Во всех трех ситуациях мы имеем дело с временем Временная последовательность Объективация во времени А на самом деле время от нас не зависит Время не подвластно нам Мы во времени присутствуем Мы находимся во времени Поэтому, естественно, это нам налагает определенную ответственность И мы привыкли к тому, что история Это преемственность поколений История это движение жизни во времени В частности, один из крупнейших философов истории 20 века Марк Блок Это француз Который говорил Историю мы изучаем, исходя из современности Какова современность Таковы и наши представления о прошлом Это методология исторического познания Называется презентизмом С английского слова Present Настоящее Ну, вы знаете, present perfect Настоящее время И презентизм Это способ реконструкции событий прошлого Глазами современного человека Или это политика перевернутая в прошлое Это первый принцип апологии истории Марка Блока Ну, кто соглашается, а кто нет Но есть противоположная точка зрения Которая называется антикваризмом Ну, вы корень слова наверняка поняли Антиквариат, антикварный Это прошлое Это древнее Поэтому антикваризм Как принцип изучения событий прошлого Голосит следующее Антикваризм Это способ изучения событий прошлого Глазами современного человека Как бы перенесясь В то время Но вы знаете, что время необратимо Машины времени нету Поэтому каким образом изучают На это наука придумала метод Способ Который называется герминевтикой Герминевтика Это способ Вживания прошлого Это Нахождение Воображаемом прошлом Когда человек Представляет себя Находящимся В то давнее время И смотрит на вещи На происходящее Глазами Человека того времени Это очень трудно По этой причине Все крупные историки Собиратели Коллекционеры Они Какой период Какую эпоху изучают И они собирают вокруг себя Фрагменты этого времени Это книги Это одежда Утварь Это картины Это вещи И находясь среди них Они себя представляют Находящимся В то давнее время Конечно Это немногим удается Но попытаться Видимо надо Герминевтика Вообще Сейчас Самый продвинутый метод Изучения В социально-гуманитарных науках Без герминевтики Нельзя понять Художественное произведение Без герминевтики Нельзя понять Даже настоящее Понимаете Мы же должны войти В положение Другого человека На вещи смотреть Глазами этого человека Что очень важно Для руководителей Для тех Кто учит Кто исследует Кто управляет Поэтому герминевтический круг Герминевтический метод Является очень полезным Очень важным Очень важным Так вот Марк Блок Выдвигает и второй принцип Второй принцип Это то Что мы Можем Прошлое Не подвластно Изменению Настоящее И будущее Еще можно Менять Это очень важный Момент Потому что Действительно Мы прошлое Изучаем Для того Чтобы Очень хорошо Понимать Настоящее С тем Чтобы Прогнозировать Будущее Изменить будущее Или понять будущее Или Исходить Из определенных Принципов Которые Характеризуют Преемственность И третий принцип Марка Блока Все-таки История Это Преемственность Преемственность Поколений Но 20-й век Заставил Пересмотреть Эти принципы Почему 20-й век Заставляет Нас Переосмысливать Все это Особенно Тезис О том Что История Есть Преемственность Поколений Произошли Такие события Которые Заставляют Нас Пересматривать Это Какие События Две Мировые Войны Первая Мировая 1914 Тире 1922 Год Даже 18-22 Год Вторая Мировая Война Это 1939 Год И 1945 Год Август Месяц Вот Эта Война Показала Что Связь Времен Может Распасться Произойти Нарушение Неприемственности Прерваться Заставляет Нас Пересмотреть И Второй Факт Это Социальная Амнезия Вообще Амнезия Латинское Слово Которое Означает Потеря Памяти А Социальная Амнезия Это То Что Передаются Забвению Или Там Специально Заставляют Забыть Предыдущие События Своей Истории Да У нас В России Произошел Октябрьский Переворот Октябрьская Революция И Это Означало Что Начинается Новая Эра Сто лет Разделяет Но Вот Начало Этой Эпохи Оказалось Для истории Для осмысления Печальной Потому что Как в интернационале Поется Мы Отряхнемся От пыли Прошлого Отряхнемся От прошлого И мы Новый мир Построим Так Основательно Разрушив Прошлое И действительно Первые Годы Советской Власти Было Сплошное Разрушение Разрушение Прежней Жизни Отказ От Прежних Условий Жизни Это Было Наивное Утверждение Если мы Полностью Откажемся От прошлого Новое Будет Строить Легче Но Не тут То было Эти Разрушения Эти Как Говорит События Нас Связывали С нашими Предками С нашим Прошлым И вот Как только Эта Преемственность Была Разрушена Особенно В искусстве В литературе Было движение Если вы помните Пролеткультовцы Лефовцы Которые говорили Надо отказаться От Пушкина Достоевского Толстого Это буржуазные Писатели Жившие В царском режиме И От их Произведений Никакой пользы Для строительства Нового Общества Нет Но Вовремя Одумались Вовремя Одумались Но Черное Дело Было сделано И Бацилла В сознании Людей О том Что Не все Прошлом Хорошее Осталось Более того Были сосланы В 1922 году Лучая часть Творческой Интеллигенции Это писатели Это артисты Это Ученые Которые Не согласны Были Новой Властью Хорошо Что Всех Их Не расстреляли А всех Посадили Так называемый Философский Пароход И отправили За рубеж Сначала В Турцию Потом В Европу И многие Осели В Америке Вместе С ними У США Целая Эпоха Целый Опыт Поколений И мы То есть Совершившие Революции Вынуждены Были Практически С нуля Начинать Затем Кое-какие Изменения Произошли И в армии Строительство В армии Допустим Это самое Царских Офицеров Просили Посодействовать Обучать Царских Специалистов Инженеров Использовали Для строительства Железной Дороги Для строительства Восстановления Заводов И прочее Прочее Но Черное дело Было сделано И это Черное дело Заключается В том Что история В любой момент Может прерваться И самое важное Оказалось Что наша Жизнь Жизнь Человечества В 20 веке Особенно С середины Из конца Когда научно-техническая Революция Произошла Оказывается Хрупка Наша жизнь Подвержена Абсолютно Непредвиденным Условиям Мы сейчас Испытываем Глобализацию Испытываем Глобальное Потепление Ну Даже На вашей памяти Памяти Совсем Юных Людей Были Холодные Времена И Начало Ноября Уже 30 градусов Мороза Было За 20 Градусов Мороза Было А на моей Памяти Памяти Уже пожилого Человека Были 40 градусные Морозы На наябрьских Демонстрациях Очень Круто Надо было Одеваться Для того Чтобы не замерзнуть А сейчас Нет А сейчас Идва 15 градусов Это Изменение Климата Глобальное Потепление Чем это Может Обернуться Трудно Прогнозировать Но тем не менее Факт Остается Фактом Человеческая Сивилизация Может Даже Исчезнуть Есть еще Страшные Апокалиптические Прогнозы О том Что вообще Там Полюса Изменятся Будет Мировой потоп Как когда-то По библейским Сюжетам Происходило Может быть Даже Война Третья мировая Которая Будет Ядерной И после этого Будет там Ядерная зима Которая Истребит Все живое Мы знаем Из истории Что мамонты Погибли Динозавры Погибли Из Географических Из Геологических И космических Катастроф И мы Тоже В нашей жизни Это тоже Не исключается Следовательно Попытка Интерпретировать Историю Как преемственность Поколений Лишена Оснований Это уже Не точно Необходимо Перейти К другому Отсчету Другому Понимания Историй Возникает вопрос Что такое История Мы же Привыкли Мы же Привычно Рассуждаем История Это прошлое История Это событие Во времени История Это то Что прошло Даже Настоящие Мы не называем Историей Тем более Будущие Хотя В обыденном Использовании Этого слова Мы говорим Это другая История Вот История Такова И прочее Давайте Там поговорим Об истории Ситуации И прочее Но тем не менее Необходимо Нам Исходить Из того Что История Все-таки Это Способ Объективации Жизни Людей Во времени В таком Случае Оказывается История В нас И через Нас Мы В истории Находимся И историю Творим Историческое Это То Что Нас Объединяет Прошлым Настоящим И будущим Историческое Это То Что Связывает Нас С Другими Народами С Другими Культурами Другими Странами И Связывает Нас С Будущим Поэтому Отношение К Будущему У нас Должно Совершенно Иным Философия Истории Занимается Поиском Смысла Истории Имеет Ли Смысл История Да Имеет Потому что Мы В истории Находим Те Факты Те Явления Те Процессы Которые Заставляют Нас Задуматься О будущем О будущем Следовательно Мы Понимая Прошлое И настоящее Должны Большей Частью Ориентироваться На будущее К сожалению Мы Живем Сегодняшним Днем Даже Многие Говорят О том Что Не надо Грузить Сознание Молодых Людей Не надо Их Напрягать Какими-то Прошлыми Событиями Надо Жить Настоящим Здесь И теперь Это Не самый Лучший Вариант Хотя Скажу Что Время Мимолетно Быстро Проходит Но По этой Причине Говорят Молодость Это Хорошо Но Проходит Проходит Все Проходит Все Приходящее Следовательно Конечно Надо Зафиксировать В таком Случае Мы Должны Очень Хорошо Воспринимать Связь Переемственность Поколений Вы знаете Знаменитое Великое Произведение Вильяма Шекспира Английского Драматурга Писателя Мыслителя Который В своем В этой Трагедии Под названием Гамлет В уста Одного Из своих Героев Вложил Такие Слова А распалась Связь Времен Потом Домыслили Додумали Что когда Распадается Связь Времен Связь Поколений Начинается Нравственное Дичание В русском языке Есть Замечательная Поговорка Иван Не помнящий Родства И мы Сейчас Наверняка Кто-то там Рассказывал О том Что очень Живо Интересуемся Своей Своей Генеалогией Своим Генеалогическим Древом Своими Дальними Предками Как говорят Дальними Родственниками Это действительно Дерево Которое Ответвление Имеет И мы Где-то На Где-то В верхушке Дерево Одна Веть Ваши Родственники А корен Один Это почему Потому что Мы пытаемся Связать Прошлое Настоящее И будущее Веденный Поток Поэтому Вот Этот музей В котором мы находимся И экспозиции Которые Очень хорошо Представлены И как раз И визуальное И звуковое То есть аудио Соединены воедино И очень хорошо Экскурсоводы Рассказывают Об этом Призвано Постоянно Помнить Что мы Не оторванная Ламоть Мы Часть Большого Большой Истории Большой Страны Большого Великого Народа И мы Должны Достойно Жить Для того Чтобы оставить Светлую Светлую Память Для наших Потомков Я На этом Закончу И Готов Ответить На ваши Вопросы Виктор В частности Из событий Которые Произошли В 20 Веке Я попытался Рассказать Какие причины Связывают Прошлое Настоящее И будущее Поэтому Конечно же Философствовать Это значит Попытаться Разобраться До Конечных Причин Как вы думаете Как сложилась бы Мировая история Если бы не случилась Февральская и Октябрьская Эволюция В 1917 Году Вообще История Сослагательного Наклонения Не имеет Что было То было Если бы Докабы Это Не метод Не срабатывает Потому что Прошлое Изменить Нельзя Понимаете Но Для того Чтобы Почему Тогда Мы пытаемся Разобраться В прошлом А для того Чтобы понять Настоящее И прогнозировать Будущее Во многих Ситуациях Говорят О том Что Урок Революционных Событий Которые Прежде всего Разрушение Так Оно Не является Эффективным Средством И решение Всех Социальных Противоречий Поэтому К революции У нас Отношение Несколько Негативное Хотя Многие Скажут Что революция Является Локомотивом Истории Революция Связана С обновлением Созиданием Новым Так Но тем не менее Конечно В современных Условиях Когда Мы Вступили В условия Глобального Эволюционизма Так Эволюционизма Что все Развивается Эволюционным путем Уже Ориентация На Революцию Уже Нет Ну Один Политолог Сказал Мы Исчерпали Лимит Революции И революции Завершены Мы Должны И решать Все проблемы Путем Переговоров Путем Эволюционных Изменений Путем Реформирования Путем Изменения Из себя Вот допустим Великий китайский Мыслитель Конфуций Говорил Не пытайтесь Менять других Меняйте Сами И вы увидите Как меняются Другие Точно так же Все необходимо Начинать С себя Свои взгляды Свою позицию Своё дело Свою деятельность Поэтому Конечно же В таком случае Вот такие Радикальные Представления Радикальные Изменения Происходят В наших Головах В наших Головах В соответствии С вызовами Времени Поэтому Конечно же Вот Рассуждение О том Что было бы Если бы В Великой Октябрьской Революции Не случилось Это Пустой разговор Что было То было История Сослагательного Наклонения Не терпит Ещё вопрос Как религия Влияет на историю Традиция Религия Конечно Философия Истории Это Учение О смысле И направленности Развития Человечества Один из Важнейших Явлений В жизни Людей Это Религия Религия Настолько Древна Что Кажется Нам Что Человечество Всё время Ориентировалось На религию До сих пор Сохраняются Религии Поэтому нельзя Сказать Что религиозные Представления Абсолютно Безразличны К Истории Они Имеют Очень важное Значение Есть Религиозные Философии Истории Для которых История Совершается По воле Бога И задача Людей Заключается В том Чтобы Глубоко Понять Замысел Бога Замысел Естественно Кавычка Исследовать Этому Пути Святая Верия Бога Направляет Людей По Правильному Пути Такая Точка Зрения Есть Но тем не менее Современных Условиях Если взять Социальные Движения То Религиозное Объединение Активно Участвует В совершении Истории Ну К примеру То же самое Исламистские Движения Христианские Движения Движения Которые Сопровождаются Войнами Агрессией Мы Не можем Не учитывать Этот фактор Так что Религия Участвует Не только Для Понимания Прошлого Но и Для Настоящего И может быть Для прогнозирования Будущего Эта Религия Отмахнуться Невозможно Она Является Частью Нашей Жизни Присовокупляя Ко всему этому Я бы сказал Что есть Различные Интерпретации Историйского Процесса Ну Один из них Мы говорили Что преемственность Но тем не менее Не утрачивая Этот момент Были Разные Учения Ну К примеру Прогрессистские Учения Которые Исходят Из того Что Человечество Неуклонно Развивается От высоты К высоте От лучшего Еще Лучшему Прогрессирует То есть Идет По восходящей Ветве Развития Таких Учений Достаточно Много Это называется Исторический Оптимизм Но есть Регрессистские Учения Которые Там Два Проявления Имеют Первое Это Учение О золотом Веке Человечества Которые Говорят Что Человечество Пережил Свой Золотой Век Когда-то Прошлым И с этого Момента Человечество Неуклонно Деградирует И движется К своему Концу Другая Точка Зрения Эсхатологическая Эсхатология Это учение О конце Света Они говорят То, что Имеет Начало Обязательно Имеет Конец Ну, в частности По отношению К индивидуальной Жизни Мы понимаем Умом Своим Что На вечные Времена На этом Белом Свете Никто Не живет Человек Смертен Рано Или поздно Его не станет Точно так же Рассуждают О человечестве Человечество Зародилось Когда-то И когда-то Исчезнет Но Это Эсхатологическое Да Убыстряет Этот процесс Будет Конец Света Причем Знаете Разные Основания Есть Некоторые Говорят Мы От веры От религии Отошли Безбожниками Стали Поэтому Бог Накажет С другой Стороны И считают О том Что Мы Виноваты Перед Природой Разрушаем Природу Не Бережем Природу И природа Нам Отомстит Разными Вещами Пожарами Наводнениями Засухой Голодом И прочим Мором Заболеванием И прочим А это Предупреждение Мы Должны Учитывать Все Эти Процессы Поэтому Один из Философских Точек Зрения На историю Исходит Из того Что Как бы то ни было Мы должны Учитывать Все Варианты То есть Мы должны Подойти Ко всему Этому Осмысленно Искать Во всем Смысл А не так Вести Растительный Образ Жизни Поливают Хорошо Не поливают Ну и ладно Активная Позиция И мы должны Всегда Помнить Что История В нас И через нас И мы должны Стать Активными Участниками Этого События От нас Будет Зависеть Не только Настоящее Но и В огромной Степени Будущее Такой Философский Вердик На События 20 века Спасибо Спасибо.